Здравствуйте, уважаемые коллеги, расскажу вам про собак маленьких карликовых пород. На самом деле, вообще откуда взялась эта тема и почему мы решили провести эту конференцию? Идея, в чем, собственно говоря, в том, что наверняка вы много раз встречались в своей практике со случаем, когда вы назначаете какой-либо лекарственный препарат, к вам приходит владелец и говорит, что а я прочитала инструкцию и там вот только такое написано. Например, габапентин, ой, габапентин, это же противоэпилептический препарат, а вы назначили моей кошке, а вы назначили моей собаке или кому-то там, да? А у нее же нет никакой эпилепсии. Тогда я у нее спрашиваю, слушайте, а вы читали инструкцию для кошки или для собаки, если у вас, ну, собака, да? Нет, я человеческую инструкцию читал. Я говорю, а какая вообще, какая связь между инструкцией для человека, да, и для собаки или для кошки? У меня был ролик про ножку, да, там огромное количество людей что-то написало, да, но очень мало кто вообще понял, что речь идет о животных. И, о, я себе там делала ножку, мне стало не больно. Я говорю, ты кошка? Нет, не кошка. А что ты тогда пытаешься применить знания по людям к животным, понимаете? И вот это постоянно происходит. То есть я вот могу поспорить на 100 долларов, что у любого ветеринарного врача, кто был на приеме и является ветеринарным лечащим врачом, да, такая ситуация складывалась. То есть люди, они перестают в какой-то момент своего развития различать кошку, собаку и человека. А маленького ребенка, вот сейчас у меня сын там 5 лет, да, скоро что-то будет, вот он еще различает, да, то есть он, это собачка, это кошечка, это овца, там, это еще что-то. Понимаете, а в какой-то промежуток времени что-то происходит с людьми и они перестают различать кошку, собаку и, к сожалению, это происходит постоянно. Огромное количество случаев в моей практике было, когда приходит собака грунтой породы, да, а у нее написан там диагноз атлантоаксиальной нестабильности. Как это возможно? Как возможно атлантоаксиальная нестабильность у овчарки? Это невозможно в принципе. Вот. Ну и так далее, да, то есть идет йодшерский терьер вдоль стенки. Так вот вдоль стенки, мой ассистент, который там много чего, я думал, что может, да, 14-летний йодшерский терьер вдоль стеночки с наклоненной головой идет так, идет, 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 и он такой, о, наверное, болезнь пертеса. Я говорю, болезнь пертеса, это ему, он уже старый. Потом у него, естественно, оказалась опухоль головного мозга, которую мы удачно удалили. Вот. Но смысл не в этом, а в том, что очень важно понимать, кто перед тобой находится. Потому что у огромного количества животных не может быть тех болезней, да, которые свойственны для собак, для кошек или для, ну, собак карликовых пород. Собаки карликовых пород, они имеют очень большое количество болезней, которые не могут быть у крупных собак вообще. Начать надо с того, что как вообще выглядит собака. Я знаю, что абсолютно большинство владельцев собак понятия не имеют, как вообще выглядит собака. Поэтому я начинаю свою лекцию с этого исторического фото, исторической собаки. Собака выглядит вот так. Дальше собака выглядит вот так, вот так и вот так. То есть любая собака, как вид животного, да, она должна иметь какие-то свои анатомические особенности. То есть ее организм, то есть его техническая, так сказать, начинка, она предназначена для вот такого размера, такого веса и такого вида. Все, что имеет не такой вид, не такой рост и пропорция, это уже измененное человеком существо, которое при изменении конструкции приобрело большое количество проблем. Если вы возьмете белаз, уменьшите до восьмерки в пропорциях, да, то она у вас не поедет. Если вы восьмерку увеличите до размеров белаза, то она у вас не поедет. Почему? Потому что конструкция принципиально другая. Отсюда появляются болезни. Это надо знать и надо понимать. Причем вот эта карликовость, она характерна не только для собак, да, но и для других видов. То есть сама по себе карликовость является болезнью. Просто она закреплена, она закреплена генетически, да, ну в тех собаках, которые мы все, собственно говоря, имеем. Вот, поэтому я начал искать информацию и оказалось то, что вот у людей та же самая проблема. Причем ситуация тоже очень похожа, да, вот нашел про девочку из Турции, да, которая 70 сантиметров всего лишь навсего роста. И вот у нее, она не может ничего делать, она вот только матери может помогать, да. То есть, ну и, то есть по большому счету у нее большие проблемы. У нас в практике был вот такой медведь Сеня, и он был медведем-карликом. И у него были те же самые проблемы, которые характерны для карликов, но собак. То есть проблема не в виде даже, похоже, существа мекопитающего, да, а в, собственно говоря, в наличии у него карликовости. И у него была тоже, как водится, гидроцефалия, были соответствующие проблемы. Мы ему поставили шунт, вот, и, ну и таким образом корректировали вот это его состояние. Вот, то есть он там свои, там три года ему, по-моему, было, он должен был быть таким здоровым огромным медведем, а это был маленький медвежонок. То есть он вообще, ну он был карлик и имел как раз те же самые проблемы, которые имеют наши карлики. Вот, а в чем суть? Суть вообще карликовости в том, что при уменьшении размера головной мозг не уменьшается или не уменьшается настолько. То есть если мы посмотрим стафарширского терьера, то размер головного мозга, голова у него большая, но мозг у него такой же, как у экширского терьера, или у чухуахуа, или собаке весом там в два, полтора-два килограмма. То есть, потому что за столь короткий промежуток времени, там 200-300 лет, даже, наверное, меньше, потому что экширские терьеры были там сто лет назад, они были большими, намного крупнее, чем они сейчас. И нервная система не смогла уменьшиться. Вот, то есть размер уменьшался, но он уменьшался за счет отсутствия мышц на голове, отсутствия костей черепа. И это очень важный принципиальный вопрос. Вот, если мы возьмем других животных, там кошка, кошка сама маленькая, мозг маленький, шиншилла маленькая, мозг маленький. То есть, у всех маленькая голова за счет того, что пропорционально уменьшились все ее части. У карликов такого нет. У них нет мышц, и у них нет черепа. А головной мозг находится прямо под кожей. Ну, это вот те, кто делает КТ, все это прекрасно знают, потому что это у 100%. То есть, не может быть собаки весом 1,5-2 кг, у которой бы была нормальная голова с мышцами, с костями, ну и всеми необходимыми для этого вида животных атрибутами. То есть, нет лобного синуса как такового вообще. То есть, нельзя сделать к лобному синусу доступ, потому что его нету, просто физически. И называется это, вот еще одна такая же собака, да. То есть, вот так они выглядят на КТ. На КТ, конечно, видно намного лучше. То есть, у них просто отсутствует как таковой вообще череп. Вот, то есть, у них не какие-то там роднички, да, я еще буду об этом говорить, а это просто отсутствие как такового черепа. И нет лобных синусов. То есть, у любой собаки должны быть, я имею в виду, у собаки, а собака это то, с чего я начал, должен быть лобный синус. Напомню вам, как выглядит собака, потому что вдруг вы уже забыли. Вот, вот так выглядит собака. Вот так. Все остальное, немножко другое. Вот. Ну и вот на вскрытии, если мы посмотрим, Чихуахуа и Бордозский док, да. То есть, физические размеры черепа разные. Огромная толстая кость. У Чихуа ее просто нет. Ну, то есть, вот так. Ну, естественно, на МРТ это мы видим тоже очень хорошо. То есть, огромная толстая кость, просто огромного толстого, соизмеримая с размерами самого головного мозга, да. Вот. Определенные, определенные, анатомически правильно развитые ликварные пути, да, 4 желудочка, которые, собственно говоря, должны содержать ликвар. Вот. Что у карликов? У них вследствие отсутствия как такового черепа, отсутствия мышц и так далее, всех необходимых атрибутов в голове, происходят, опять же, очень большие нарушения, связанные и с ликваротечением. И почему я про ликвар говорил? Потому что именно на него мы должны с вами, ну, в большей степени, то есть, что нарушает вот такое строение черепа? Оно нарушает течение тока ликвара, в первую очередь. Вот. И большинство проблем связаны именно с нарушением анатомического строения ликварных путей. Вот. Собаки эти, да, карликовые по вот этой МРТ. Здесь мы видим вообще полное отсутствие носовых ходов как таковых. Ну, естественно, нет лобного синуса. Вот, чтобы было понятно, на КТ, да, 0,8 миллиметра, то есть, просто отсутствуют как таковые носовые ходы в принципе. Поэтому будут истечения, износа и, ну, и так далее. Это надо обязательно понимать и, как бы, почему я об этом говорю? Потому что приходит владелица и говорит, ой, у меня собаки здесь носит течет. Я ей капаю капли. Ну, я, во-первых, это самая большая глупость капать собаке капли. Ну, по другой причине, да. Вот. Но вы понимаете, что у вашей собаки может вытекать из носа ликвар. То есть, вы капаете капли и есть большая вероятность, что у вас просто ликварея. И ваши капли попадут этой собаке просто в головной мозг. Вот. В результате так и получилось. То есть, у собаки была ликварея и просто ликвар вытекает периодически из головного мозга в носовые ходы. Вот и все. Поэтому, естественно, какого-то лечения, да, такого, ну, такого не может быть у некарлика. То есть, это только если была травма, там, ну, там, или вы прооперировали, удалили опухоль головного мозга. Какое-то время будет, конечно же, ликварея, потом она закроется, ну, и так далее, да. То есть, а в нормальной, абсолютно здоровой собаке размером, ну, там, размером с таксу и больше, грубо говоря, да, это просто физически невозможно. Ликварея может быть, если вы прооперировали, если вы сделали что-то, да, то есть, вскрыли твердую оболочку и так далее, и так далее. Ну, то есть, а совершенно в обычной жизни такое у собак здоровых не встречается, да. Понятно, что если менингоцелия, там, головной мозг у какой-нибудь корги находится внутри носовых ходов, тогда при повреждении и то этого не происходит, там просто воспаление происходит. Вот и все. Поэтому важный момент. Дальше головной мозг также у них по-другому и работает. Если мы снимаем энцефалограмму, а энцефалограмма – это звук, если так можно сказать, работающего мозга, да, то у собак карликовых пород она в норме абсолютно другая. Это энцефалограмма обычной собаки, да, и энцефалограмма собаки карликовой породы. То есть, и звук работающего мозга у них сильно отличается. Когда мы говорим о, и пытаемся понять, что же у собаки, в чем ее проблема, да, мы в первую очередь должны, в первую очередь мы должны понять, какие симптомы, да. То есть, если симптомы, если симптомов нет, то приступать к диагностике смысла нет. Почему? Потому что вот все, что я вам рассказал, будет у любого карлика. То есть, вот все, что, если это карлик, то у них у всех это все будет. Мы, по первости, начали делать магнитно-резонансную томографию и писали, там, то, все, пятое, десятое, выпавший мозжечок, бла-бла-бла, там, гидроцефалия, все, вот. Владельцы стали считать эти заключения и приходить, давайте лечить гидроцефалию, давайте лечить то, все, пятое, десятое, вот. А в результате мы вот эту вот фразу просто заменили на фразу МР, МР, там, головного мозга, головы, характерно для собак карликовых пород. Вот, но они не знают, что это значит. Вот, и все. То есть, они-то не понимают. И вот эти проблемы, сообщения владельцам, таким образом, убрали просто. Вот, поэтому, по большому счету, все, что я вам сейчас уже сказал, будет у любого карлика. Но, вызовет ли это болезнь или нет, мы определяем по симптомам. Нету симптомов, да, нету болезни. Нету болезни, нечего лечить. А, это важный момент. Поэтому, главное, симптомы. Это самое главное и самое важное. Если вы не знаете, какой симптом, то проводить диагностику бессмысленно. Почему? Потому что, если ты карлик, у тебя будет все это. О чем я уже говорил. У тебя не будет черепа, у тебя будет гидроцефалия, у тебя будут нарушены ликварные пути, у тебя 100% в шею въедет, шея въехала в головной мозг, ну и так далее. Но, ты с этим живешь. И тебе это не мешает. А пока тебе это не мешает, тебя лечить не надо. Вот и все. В этом смысл. Поэтому, самое сложное объяснить владельцу, что нужны симптомы. Это самое сложное, что не удается объяснить, к сожалению, владельцу. И, к сожалению, можете по моим эфирам посмотреть, где я там консультирую в прямом эфире. 99,9% случаев у меня якширский терьер, у него голова наклонена на сторону, мы даем гобопентин. Ни диагноза, ничего вообще. Понимаете? То есть, это в лучшем случае наклонена голова. Или у нас якширский терьер, он плохо ходит, мы ему даем гобопентин. А как симптом называется? Плохо ходит. Плохо ходит это не симптом. Хромота это не симптом. Поэтому, нужен какой-то осмотр. Поэтому, пока не провели осмотр, нельзя, это самое сложное для понимания участок лекции, то есть нельзя приступать к пункту B, пока не сделал пункт A. Пока не определил участок нервной системы, особенно, это характерно, это особенно важно и крайне важно для карликов, потому что вы 100% у него найдете все то, о чем я уже сказал. У него точно будет серингомиелия, у него точно будет гидроцефалия, у него точно будет атлантиксепитальное перекрытие, у него точно будут все те проблемы, которые характерны для карлика. Но, если нет симптома, то это будет делать, наверное, ничего. То есть надо делать ничего. Вот и все. Это важный момент. То есть нет симптома, нет болезни. Есть болезни, которые чем меньше симптомов, тем лучше. Например, опухоль головного мозга. Чем меньше симптомов, тем лучше. Если есть энцефалиты, чем меньше симптомов, тем лучше. И если вдруг вы случайно нашли опухоль головного мозга у собаки, делая ЕМРТ, думая, что у нее в носу какая-то проблема, и вдруг увидели опухоль головного мозга, то, конечно, опухоль головного мозга будет на первом месте. Потому что если вы не будете оперировать эту собаку и не удалить у нее эту опухоль головного мозга, смертность стопроцентная. То есть выжить нельзя. Единственный вариант выжить – это удалить эту опухоль в любом возрасте. Потому что возможности выжить у собаки нет, если у нее опухоль головного мозга. Ну, при осмотре мы определяем зону. То есть как проводится осмотр. Мы ставим собаку. Это еще одна тема для обсуждения, очень большая. Потому что осмотр проводится приблизительно вот так. Ты ставишь собаку на пол, стоишься сам рядом или ходишь там где-то рядом и смотришь, что она делает, эта собака. То есть вот так проводится неврологический осмотр. То есть мы определяем симптомы, начинаем всегда так. Нет же, приходят собаку – бах, на стол. Зачем вы собаку на стол? Я вот сейчас ремонт доделаю в клинике. В кабинете невролога вообще уберу стол. Чтобы у них даже идея эта дурацкая не приходила в голову собаку на стол взгромождать. Потому что собака осматривается на полу там, где собака живет. Собака живет на полу, и кошка там же живет. И все это нужно осматривать там, где она находится. Это прям важный, очень принципиальный вопрос. То есть надо опускаться на пол, на коленки, там каким-то образом. То есть в кабинете невролога вообще стол не нужен для осмотра. Он вредный. Поэтому вот так мы просто смотрим и определяем, как она реагирует на внешнюю среду. Может ли она посмотреть на владельца. Как она просто с вашими глазами. Когда мне клиенты, владельцы пишут свои письма, говорят, а у нас там нет МРТ. Я говорю, у вас нет МРТ? Да бог с вашим МРТ. У вас что? Глаз нет. Глаз нет. То есть у нас в Норильске нету МРТ. Я говорю, хорошо, нет у вас МРТ. А глаза у вас там, извините, жители Норильска, но они там вообще есть. Это относится и к Питеру, и к Москве, и к любому другому городу. То есть у них хотя бы и в Краснодаре есть, конечно же, МРТ, но глаз нет. Глаза есть. И главное посмотреть глазами. Сейчас я расскажу несколько болезней, которые, в принципе, часто бывают, и которые могут быть только у карликов принципиально. Это вот яшинский терьер, такой прикольный. Он бегает, у него явно тетра... Видите. Плигея, у него нет нормального функции не всех четырех лап, но ему не больно. Он играет и хорошо себя чувствует. Поэтому один из самых таких частых заблуждений, которые встречаются в практике, это то, что если атлантоаксиальная нестабильность, должно быть больно. Нет, вообще нет. Почему? Потому что это долгий, очень хронический процесс, потому что он с этой собакой в течение всей ее жизни был до того, как она попала ко мне на операционный стол, грубо говоря, и рецепторы, отвечающие за боль, могут быть вообще никак не задействованы. Это раньше мы... Это мой старый очень пациент. Я его оставил. Почему? Потому что, чтобы показать, что мы его прооперировали, я делил воротничок. Сейчас мы этого не делаем, ввиду бессмысленности этой манипуляции. То есть никакими воротниками, конечно же, вылечить данное заболевание нельзя. Эта собака прооперированная, и у нее есть воротничок. Потому что мы были неуверенны, я был неуверен в том, что зафиксировал достаточно надежно. Вот. По симптомам нельзя определить. Вот это Йорк, у него некротизирующий энцефалит Йорков. То есть у него тоже может быть боль, может не быть боли. То есть у него может быть боль, а может не быть боли. Также есть нарушение функции всех четырех конечностей. Значит, поражение у него не только коры головного мозга, но и продолговатого мозга. Вот. Ну и спинного мозга. Еще у этой собаки. То есть по симптомам определить можно только зону. И внешне понять, что у него энцефалит или там атлантоксин. Есть у этого Йорка атлантоксиальная нестабильность? Конечно есть, он же Йорк. А может у него не быть ее? Нет, не может. А от чего он умирает? А умирает он от энцефалита. Вот. Ну это его МРТ, да? То есть будет ли компрессия зубом? Будет. Будет большая или маленькая? По-разному может быть, да? Будет первый шейный позвонок внутри, за уже внутри мозжечка? Да, будет. То есть, потому что по-другому не может быть. Но проблема у него в том, что у него очаг воспаления в разных местах, да? И это его проблема. Вот. Поэтому по симптомам, еще один тоже Йорк, тоже с энцефалитом. Симптомы гораздо менее выраженные. И, конечно же, когда к нам приходит такой пациент, у которого есть нарушение движения, мы никогда не знаем, чем он болеет вообще. То есть, никогда. И когда ты молодой, ты думаешь, что у тебя там три дифференциальных диагноза в голове, то ты пишешь дифф дифф диагноз такой, такой, такой и все, да? Когда ты смотрелся болезней уже много, ты понимаешь, что может быть огромное количество вариантов. И просто их написать все в карточке в качестве дифф диагнозов бессмысленно. А надо определить, что у этого конкретного Йорка конкретно сегодня и сейчас, и что хочет его отправить на тот свет. И почему у него есть нарушение движения, и почему это происходит? Ну и вот такой тоже очаг воспаления в разных местах, да? Ну это некротизирующий энцефалит, скорее всего, в экширских терьеров. Значит, что делает рентген? Ничего. Существует ли рентгеновский снимок головы у карлика? Не существует. Вот. Ничего. Вообще ничего. Не для чего. Делал я их очень много, огромное количество, вводил контраст. И кроме как понять, что у него нет черепа, у этой собаки, да? Вот рентгеновский снимок, да? Мы видим, что здесь нет черепа. Но мы это видим и просто глазами, или на весах мы это понимаем. Вот. Ну это вот, ну так и просто абсцесс, видите? Мы видим его отлично на МРТ. А это же рентгеновский снимок, это же собаки. То есть, это как-то к нам приехали врачи, помню, из Харькова, по-моему. Не помню, или здесь Полтава уже. Ну вот тогда. Ну это давно было. А я почему этот случай оставил? Оставляю, так вот его. Это просто тот случай, который дал понять этим врачам, что рентген для собак бессмысленен. Если это карлик, он бессмысленен вообще. Совершенно. Мы сделали МРТ, нашли вот, ну просто я в надежде в то, что если одни люди поняли, что посмотрев на эти, на эти МРТ, на это, посмотрев на это МРТ, а потом посмотрев на рентген, что они поняли о том, что рентгена карлика не существует, то в принципе и все остальные это тоже поймут. То есть вот я исхожу из этого, из этой идеи. Ну вот они взяли, пошли, сделали тогда вот эти рентгеновские снимки, уже цифровые даже, да, видите, и ничего вообще, ноль информации. И поняли, что да, это полная фигня, рентген не нужен ни для чего. У собак карликовых пород вообще ни для чего. То есть делать рентгеновский снимок головы карлику абсолютно бессмысленное занятие. Вот. Я был продвинутый всегда пользователь рентгена. Я один из первых в Санкт-Петербурге стал делать вообще рентгеновские снимки. Вот я, Михаил Валерьевич, еще там пару врачей. Мы были в Санкт-Петербурге первыми врачами в 90-е годы, у которых появился доступ к рентгеновскому аппарату. Поэтому я могу вам сказать, что для Санкт-Петербурга ветеринарных врачей, кто больше сделал, чем мы, снимков, просто физически быть не может. Вот. Вот и все. Поэтому как бы, потому что рентгеновские аппараты у нас появились в 90-е годы, был арман, была пленка, и мы начали делать вообще в Питере. Одним из первых, то есть, кроме нас, еще было там два, наверное, человека, вообще на весь город, на 5-миллионный город, вот три человека, ветеринарных врачей, которые делали рентгеновские снимки. Поэтому я понимал, что рентгеновский аппарат нужная вещь, и пытался, а пациенты у меня уже были с поражениями головного мозга, мы пытались вводить вот это, видите, введен контраст в желудочке головного мозга. Я тогда думал в надежде, что что-то я увижу, и это мне поможет как-то в диагностике. Никак. Не поможет. То есть, это вентрикулография, вы таких сейчас снимков нигде, ни у кого не найдете. Потому что, к сожалению, может, не к сожалению, но сейчас этим мало кто занимается, и, в общем, вот. Но мы это все делали, и снимков накопилось огромное количество. Вот. И тоже ничего. УЗИ. Тоже ничего. Можно убедиться, что это собака карликовой породы. Вы можете случайно увидеть новообразование, и можете при желудочках увидеть взвесь, которая будет говорить о наличии, скорее всего, энцефалита. Да, просто если вы сделали УЗИ головного мозга собаки, значит, это карлик. Потому что, если это не карлик, вы не можете сделать УЗИ головного мозга собаки. Потому что, если это не карлик, то сделать УЗИ головного мозга невозможно. Поэтому, если вы сделали УЗИ, значит, перед вами карлик. То есть, это, конечно, очень ценнейший метод определения веса собаки. Да. Вот. Но, как бы, мало от него толку. Вот. Потому что вес собаки можно определить гораздо дешевле на весах. Мне так кажется. Какое-то давление мерить. Знаете, когда у меня была офтальмологическая конференция, они там по какому-то отеку глазного нерва, там, этого самого давления мерят что-то. Понимаете, это ровно все работает, пульсация, там, базилиарные артерии на УЗИ, это полная ерунда, это ничего вообще. Потому что, если ты хочешь померить давление, ты возьми датчик давления и померь. Это все равно, что в локтях мерить расстояние. Понимаете, у тебя такой локоть, а у тебя такой. Вот это то же самое, даже еще хуже. Поэтому, если ты хочешь померить внутричерепное давление, возьми датчик внутричерепного давления. Потому что тогда ты будешь знать с помощью этого измерительного прибора реальное внутричерепное давление. Других вариантов в реальном мире, в настоящем, не существует. Существуют какие-то непонятные совершенно мечтания о каких-то косвенных методах измерения давления. Но это полная фигня. Почему? Потому что оно очень сильно меняется. Буквально, в зависимости от того, у меня есть видео, когда датчик давления поставлен. Собака вот так лежит и вот так лежит. Понимаете? То есть, вот так она лежит, 45 градусов. Ну, опухоль мозга удалил, датчик оставил. Она вот так лежит, давление нормальное. Вот так положили, оно за пределами уже опасного и уже смертельные значения. То есть, вот так смертельные значения, вот так нормально. Вот так смертельные, вот так нормально. То есть, вы понимаете? То есть, если идти по этой логике, то вот так отек глазного нерва или что-то там есть, вот так нет. Вот так есть, вот так нет. И это меняется прям вот с такой скоростью, как ты меняешь положение, так и меняется давление. Понимаете, когда ты это видел уже своими глазами, датчиком, вот у тебя собака, она так лежит и так лежит, ты понимаешь, что это полная ерунда. Все эти косвенные методы измерения внутричерепного давления, да, они бессмысленны. Да, мы видим, что напряженная гидроцефалия, уменьшенные, что борозд нету, да. Мы это все видим, но мы подозреваем, что оно может быть высокое. Но у меня тут был недавно один из последних случаев лечения гидроцефалии у собаки, да. У нее было давление 9 сантиметров, ну, то есть нормальное давление для вида, но была напряженная гидроцефалия. Мы ей поставили, я поставил ей шунт, да, в голову, всего там на 2 сантиметра уменьшил давление и таким образом увеличил ее гидроцефалию. Понимаете? То есть у нее давление, у нее была напряженная гидроцефалия при нормальном для вида этого животного давление. Поэтому все вот довольно зампутанно и довольно сложно. Поэтому УЗИ, я начал делать это вот, видите, еще, когда это, Хонда 2000, там 20 лет, 17 лет назад, или там 20 лет назад, наверное, даже еще раньше. И могу вам сказать, что это потом получше уже приборы, очень мало какого смысла в нем есть, да, в этом измерении давления. Все, что имеет смысл делать у этих пациентов, это для того, чтобы увидеть взвесь в желудочках. Сейчас покажу, как это выглядит здесь. Ну, взвесь в желудочках еще очень хорошо вообще видна при вентрикулоскопии тоже. То есть вот мы делаем УЗИ и смотрим вот такая вот взвесь внутри желудочков головного мозга. Это видно на УЗИ. При этом на МРТ очаг воспаления вы можете и не видеть. Ну, или он может быть маленький, да. Ну, оттуда же, опять же, вы видите взвесь, вы берете оттуда ликвар, делаете исследование. Да, здесь есть очаг воспаления на МРТ, он не так хорошо заметен, но он тоже есть. Поэтому я для чего это все говорю? Именно для того, чтобы показать, что УЗИ может быть полезно. То есть любой метод диагностики может быть полезен, но его надо правильно использовать. Поэтому основное это МРТ. Значит, очень много лет мы работали вот на этом томографе низкопольном. Сейчас у нас высокопольный томограф, да, два этих томографа. Так у нас выглядит наше МРТ. Вот. Поэтому, но я могу вам сказать, что если вы хорошо делаете МРТ на низкопольном томографе, то вы можете очень много чего найти. Основное количество заболеваний, которое бывает, можно найти на низкопольном томографе. И важно не то, даже какая у него величина поля, а какой оператор на нем работает. Вот и все. Поэтому у меня есть огромный опыт просмотра МРТ всех томографов в этой стране и за рубежом. У многих очень тоже. Ну, потому что я много МРТ смотрю в день. И могу вам сказать, что главное не то, какое там Тесла, а кто там сидит и управляет этой Теслой. Вот. Это очень важно. Не, понятно, если оно старое, то оно хреново работает. Но это тоже важный момент. Вот. Ну, почему вообще бессмысленные рентгены? Вот тоже на этом пациенте хорошо видно. Это УЗИ. Мы видим компрессию зубом. Здесь мы видим ничего. Вот эти все сгибания, разгибания шеи. Это все полное... Ну, вот вам реальный пациент с атлантоаксиальной нестабильностью, с компрессией. Ничего на рентгене. Да. Есть компрессия зубом второго шейного позвонка. Вон прям он... Вон мозжечок. Он под мозжечок зашел. Прям, да. Ну, и понятно, что на МРТ мы это увидим лучше. Мы видим серингомилию и очаги воспаления в головном мозге. Да. То есть вот. То есть проблема собаки в воспалении в головном мозге, а не в атлантоаксиальной нестабильности, которая вообще не видна на рентгене никак, видна на УЗИ. Отлично видна на МРТ, но без разницы, что она там есть, потому что у нее энцефалит. Вот и все. Поэтому бессмысленные рентгеновские снимки вообще. Нормальный мозг уже у такса. То есть уже у такса собака чуть-чуть побольше вроде бы, но у нее уже нормальный мозг. Шея в мозг у нее не въехала у такса. А у карликов у всех она въехала... шея въехала внутрь головного мозга. Вот это основная проблема. То есть что там собственно говоря произошло? Отсутствует череп и шея въехала внутрь мозга. Вот это суть всех болезней, связанных с поражением головного мозга у собак карликовых пород. То есть вот и все. Ну еще карлик старые. Но для простоты и для определенного какого-то системного подхода вот эту суть ее разделили на несколько ведущих симптомов, синдромов можно так сказать. Выделив их в отдельные какие-то болезни может быть даже. Ну которые получили определенное название. Этого нет ни у одного, ни у карликов. Это нужно тоже понимать. Поэтому если мы говорим о мальформации киария, это киариподобное название. Это не киария, тот который есть у людей. Это ситуация похожая, связанная с тем, что мозжечок в затылочном отверстии ущемился. Поэтому все болезни, вот эти по большому счету, они называются как бы синдром Кауда затылочной мальформации. То есть фактически это в переводе на русский язык карликовости. Но голодчикам не нравится, когда говоришь, что карликовость и есть болень, и лучше принять какое-то другое название. Это очень важный момент. Что является основным и главным, с чего я уже начал? Почему я показывал вам ликварную систему? Потому что именно нарушение тока ликвара является основной проблемой, которая вызывает все остальное у собак карликовых пород. То есть у них ликвар почему-то начал плохо оттекать. Из головы в поясницу и спинной мозг. Поэтому у них появляются кисты, серингомиелия и так далее. Все эти проблемы. Если вы правильно определили, что, где, в каком месте нарушился ток ликвара и восстановили этот ток ликвара, то вы можете убрать следствие. То есть серингомиелия, вот на этом снимке очень хорошо видно у этого пациента. Здесь она есть, она видна очень хорошо. Мы восстановили ток ликвара и уже сформировавшаяся киста уменьшилась или исчезла вообще. То есть это значит, что мы правильно определили, где, в каком месте нарушился ток ликвара у этой конкретной собаки. Важно понять, что у этой конкретной собаки, именно у нее, если ты сделал операцию и угадал, исходя из своего опыта, знаний и так далее, что здесь нарушен ток ликвара и его восстановил, то ты можешь рассчитывать даже вот на такой результат. То, что киста внутри спинного мозга уйдет. Если ты неправильно оценил ситуацию, то, соответственно, если ты сделал у этой собаки, это не значит, что у другой так же будет. Потому что могут быть нюансы. Вот тоже еще один пациент. Почему к нам попадают собаки, вот это исследование очень хорошо это объясняет. Почему к нам попадают собаки в возрасте от 3,5 месяцев, иногда и в 10 и 12 лет. Потому что вот это анатомическое строение вызывает хроническое воспаление в области, можно так сказать, затылка, задней черепной ямки, если бы это была она у них там была. То есть вот в районе мозжечка первого шейного позвонка, то есть у них нет там цистерны магна, то есть тех анатомических структур, которые должны быть вообще у собак, у собак, у них там их нет. И вот именно въезжание шеи внутрь мозга вызывает у них хроническое воспаление, которое может со временем привести к нарушению оттока ликвара. Образуются спайки и так далее, и так далее. То есть вот и на определенных программах мы это воспаление можем наблюдать. Также мы можем взять гистологию из этого участка и тоже это подтвердить. То есть накопление контраста говорит о наличии именно этот патогенез, он крайне важен. Именно им объясняется, почему собака в 12 лет попала на расширение затылочного отверстия. Потому что и почему у щенка нет гидроцефалии, он родился и в утробе матери у него ее нет. А в каком-то определенном возрасте она больше, 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 и она нарастает, мозг атрофируется. Чем больше возраст, тем больше гидроцефалия, тем больше накапливается проблем. Может быть у части собак бы и было такое, что да, у них бы годам к 30-ти, к 50-ти только это появлялось, но они до этого не доживают. Вот и все. Поэтому они, которые имеют данную проблему уже в 3 месяца, а некоторые в 5 лет, в 2 года. А есть и в 12 лет прооперированные. Ну и вот на МРТ мы видим отлично. Эту собаку прооперировал. Это Иван Дуганец, вот он ее рассматривал, видео сделал, а потом я ее еще прооперировал. У меня есть видео на канале. Поэтому мы должны определить, где есть нарушение тока. То есть для этого мы должны вот эту программу делать, которая показывает нам, где есть нарушение тока ликвора. Миела называется, то есть головного мозга надо делать. Значит, как же со всем этим разобраться? Надо знать принципы. Я уже несколько раз о них сказал, да. Но самое главное, если вы знаете принципы, вы можете лечить этих пациентов. Главный принцип, что на мозг ничего не должно давить, ни снаружи, ни изнутри, ни дома. Сумасшедшая жена не должна давить на ваш мозг. Поэтому это тоже очень важный момент, я вам скажу. И это очень легко запомнить. Посмотришь, думаешь, это самый главный принцип неморологии, никто не должно давить. Прийти домой и сказать, ты знаешь, любимая, а я знаю теперь главный принцип неморологии. Ты не должна давить мне на мозг, потому что иначе с мозгом будут проблемы. Он говорит, да, ну ладно, понимаешь, что он ничего не скажет, ну ладно. Дальше он должен лежать на своем месте, он не должен смещаться. Почему он должен лежать на своем месте? Потому что к нему подходят сосуды и потому что от него в нем есть ликварные пути. И если он смещается, то нарушается кровоток и ликвароток. Именно смещение, изменение его положения, расстояние от каких-то точек до каких-то точек, соответственно, сосуды могут не справиться со своей сутью и задачей, и из-за этого будут всякие проблемы. Поэтому и все принципы вот эти, они приводят к одной цели. Восстановить все, что должно притекать и оттекать от головного мозга ликвар и кровь. И ничего на головной мозг, опять же, не должно давить. Вообще, изучение проблем экраниц-вертебральной патологии, оно не так давно появилось. Когда я делал те оренгеновские снимки, которые я вам показывал с вентрикулографией, о данной болезни, о данном состоянии, ничего было неизвестно вообще. То есть, ее вообще не существовало. То есть, не было. Одним из первых начал описывать это состояние вообще в мире, это доктор Борзенко, он в Москве. Потом он как-то, что-то мало о нем сейчас слышно. Да, это 2009 год, если вы посмотрите. То есть, вообще, в 20 веке об этом состоянии никто не знал. Параллельно о данном заболевании, о данном состоянии, рассказывают и изучают американские наши коллеги. Это Дьюи, он у нас был на конференции как-то, да. Это тоже, если вы посмотрите, это 2007 год, ну и так далее. То есть, это очень недавно относительно. То есть, всех этих... Вы скажете, ой, там в какой-то книжке написано, что там согнуть-разогнуть, и будет то еще 5-10. Ну, потому что именно вот это понимание вот этого состояния и название вот этого состояния у этих собак, оно появилось вообще совсем недавно. То есть, изучается буквально там последние 10-15 лет. То есть, это очень-очень маленький промежуток времени. Поэтому все очень быстро меняется. Но вот такие пациенты, как раз, у которого еще один пациент, да, вы видите, расхождение 1,12 сантиметров. Это бегающая собачка, у которой владельцы не чистили зубы, и у нее сломалась челюсть, она бегала. Я ей сделал просто рентгеновский снимок, и вот такая вот ситуация, да. Уже и раньше показывали о том, что делание рентгеновских снимков – бессмысленная штука. Дальше, у них нет вот этих всех связок, которые должны быть у собаки, да, потому что нет места, где они бы крепились. Вот. Повернемся к родничкам, и, конечно же, их не существует никаких, потому что это просто отсутствие черепа. Вот. А не наличие родничков, которые так не называются. Их так можно называть, да, потому что просто нет другого названия. Но по факту это совсем другая проблема. Не из-за повышения внутричерепного давления, а не срастания костей, как это у людей. Почему я говорю, что кошки, собаки и люди – это вообще совершенно разные существа? Конечно, если они не карлики. Вот. А бывает и так. То есть здесь мы видим на КТ и на МРТ, атлант въехал в мозжечок, затылочная часть затылочной кости въехала в мозжечок, а второй шейный позвонок въехал в спиной мозг, параллельно еще и в мозжечок. То есть вот таким вот образом. Что-то в этой ситуации делать – убирать все, что вызывает сдавливание. То есть здесь вот мы убрали. И заметьте, у них нет затылочной кости. Мы тут недавно с одним из наших врачей делали операцию. Александра Ебочева, я говорю, Владимирыч, что вы пишите «Атланта» что расширение затылочного отверстия? Я говорю, слушай, Белин, я не знаю как эта операция называется. Я говорю, какое здесь расширение затылочного отверстия? Конечно же, и не может быть расширение затылочного отверстия у пациента, у которого нет затылочного отверстия. А у него там просто нет черепа, видите, здесь у них нет черепа. Поэтому название операции, да, по восстановлению только ликвара фактически. в скобочках расширения затылочного отверстия, которое таковым и не является, потому что там его просто нет, как такового, там просто нет черепа. Ну вот так вот, была вот такая ситуация, мы так ее прооперировали. То есть удалили вот эту маленькую косточку, но заметьте, там есть вот эта маленькая-маленькая косточка, которая, опять же, должна быть частью затылочной кости, и она вызывает сдавливание мозжечка и нарушает отток ликвора из четвертого желудочка. Вот, дальше еще один клинический вариант, от которого сейчас уже отказываются, от такого названия впадина Дьюи, да, как раз это компрессия между первым и вторым, дарсальная компрессия между первым и вторым шейными позвонками. Ну это вот результат, там через несколько лет, то есть если вы убрали хорошо и достаточно много, то и через много лет кость никуда не нарастет, да, то есть если вы восстановили ток ликвора в этом месте, это вот там с интервалом 19-й год, а это 23-й, да, то есть вот столько лет, недавний пациент здесь тоже приходил, вот, то есть это стало, это было, это стало. То есть если вы восстановили ток ликвора, то он останется. Вот, естественно, ни о каком восстановлении тока ликвора с помощью приднизолона речи не идет, потому что если у вас течет кран, пока вы его не перекроете, он может мазать хоть чем, ничего не произойдет. А здесь это механическое нарушение. Вот, вот. Дальше, по поводу затылочного отверстия расширения. То есть я еще про это скажу, но, как я говорил, дело не в том, что мы расширяем затылочное отверстие, а в том, что мы восстанавливаем ток ликвора. То есть, значит, суть этой операции в чем? У меня много этих операций на канале, они в полном объеме, их можно посмотреть совершенно без проблем, они все есть, они прямо в полном, то есть без, ну, они не обрезаны, короче. Понятно, что смотреть долго это самое, но если вы хотите реально их начать делать, вы должны понимать, что вы там делаете. Вот, а без увеличения делать эти операции бессмысленно. Но, бессмысленно. Потому что восстановить нормальный ток ликвора вы не сможете никогда, если вы не понимаете, что вы делаете. А проблема у этих собак не в том, что у них атлант куда-то влез, или еще там затылочное отверстие какое-то большое, а в другом, а в чем? А в том, что у них нет входа в четвертый желудочек. А почему у них нет входа в четвертый желудочек? Потому что у них там тоненькая мембранка, которая либо была, либо образовывается в результате хронического воспалительного процесса. То есть мы вот, вот мозжечок, а ликвор не вытекает. И пока мы не зайдем вот таким катетером, либо каким-то другим железным инструментом, непосредственно внутрь четвертого желудочка, мы никогда не восстановим ток ликвора. То есть смысл операции не в том, чтобы расширить затылочное отверстие, убрать там мозжечок, а в том, чтобы доступиться из области цистерны магна, я говорю области, потому что цистерны магна как таковой там нет, а в четвертый желудочек. И это надо сделать либо вот таким вот образом, либо там иногда это делаю ножницами, или там каким-нибудь очень микрохирургическим инструментом, либо вот так, и разрушить вот именно вот эту мембранку. Если вы не делаете, не оперируете под увеличением, вы даже не знаете о том, что она там существует. То есть сейчас все еще бытует старое вот это мнение о том, что надо там потом какую-то нахлобучку туда из какого-то акрила сделать, что мы расширили затылочное отверстие и сделали какую-то там нахлобучку на затылочное отверстие. То есть когда Дьюи в 2007 году говорил об этой операции, он еще сам не знал, зачем он ее делает. Он написал о нем, и в статье, она приведена у меня, ни слова о восстановлении тока ликвара нету, потому что когда мы с ним и разговаривали, делать эту нахлобучку или нет, когда нам приезжал, он сказал, что он уже не делает. Но вот эта информация была в ресторане там возле Казанского Исаакиевского собора, понимаете, лично мы у него спрашивали это. В статье ничего не сказано о том, что смысл операции в восстановлении тока ликвара. Да он и не мог этого знать тогда, когда он вообще об этой операции говорил, потому что он не знал, что у них, у этих собак существует вот эта мембранка, и было представление, ну а еще плюс, они же все-таки по крупным собакам, самым крупным карликам, это Кинг Чарльз Спаниелем все-таки разрабатывали, там совсем все по-другому. Вот, то есть Кинг Чарльз Спаниелем это самый большой карлик, существующий, вот, потому что, ну там в ходе, вот, то есть видите, здесь спайки, и эти спайки надо в четвертый желудочек, там прям реально много спаек, и нужно туда зайти, в этот четвертый желудочек, и восстановить ток ликвара. В этом и есть суть операции, да, то есть не суть операции расширить затылочное отверстие и каким-то образом потом что-то там нахлобучее сверху, а в том, чтобы разрушить вот эту перегородочку, там есть вот эта перегородочка, она вот так вот выглядит, да, и ее видно очень хорошо, но если у вас нет микроскопа, у вас нет шанса ее увидеть. Вот, обратите внимание, вот так она выглядит. Поэтому те люди, которые предлагают расширить затылочное отверстие, но потом что-то зарастет, и это не очень точная операция, это бла-бла-бла-бла-бла-бла, это обычно из Москвы у нас приедут клиенты, и давай, вот нам сказали, что там потом все зарастет, ничего не зарастет, если вы что-то разрушили, то ничего не зарастет. А почему не получается? Потому что не ту операцию делают. Потому что суть и смысл операции, вы можете только понять, когда вы делаете операцию под увеличением. Пока вы не взяли микроскоп, там, экзоскоп или какое-то увеличивающее изображение, понять суть операции в области задней черепной ямки, буду так это называть, хотя это понятно, что непонятно, не совсем, наверное, это оно, но между мозжечком и продолговатым мозгом, и четвертым желудочком, в том, чтобы разрушить, в том, чтобы восстановить ток ликвора. А для этого надо убрать спайки, которые там образуются в результате длительного хронического воспалительного процесса, который продолжался у собаки в течение всей ее жизни. А, да, первое, и у большинства этих пациентов есть вот эта перегородочка, которая не дает войти и выйти ликвору из четвертого желудочка. Здесь вы видите, мы ее разрушаем, и появляется пульсация головного мозга. Вот пульсация мозга говорит о том, что восстановилось или уменьшилось внутри черепное давление. То есть, пока мозг не пульсирует, вы вскрываете любой мозг, да, с опухолью, с чем-то там, с абсцессом, или там с гематомой какой-то, гематому удаляете, он не пульсирует. Как только вы восстановили нормальное для этого мозга давление, пульсация усиливается. Вот здесь видите, она есть, но намного меньше, чем после того, как мы восстановили нормальный оттоп ликора. Поэтому вот эта старинная статья Дюи 2007 года, не надо на нее сейчас опираться. Потому что, когда он ее писал в 2007 году, никакого такого понимания сути данного заболевания не было вообще. Ну, опять же, я уже объяснил вам, почему. Да? Ну, здесь еще один интересный пациент. Почему чем меньше вы сшиваете мышцы, тем лучше? Да, потому что таким образом вы не нарушаете, когда сшиваете мышцы в шее, вы сшиваете мышцу, которая тянет в одну сторону и в другую. Мышцы антагониста – это плохо. Вот. Ну, ничего. Да. Просто я еще, это буквально по болезням диска. Ну, пять, давайте пять минут. А я, давай закончу уже, и все, чтобы с этой темой закончить. Еще одна очень большая, большой нюанс – это болезнь диска у собак карликовых пород. Причина другая, болезнь другая, патологоанатомическое вскрытие другое. У них вообще болезнь дисков не такая, как у… Компрессия у них и дорсальная, и вентральная. Связана она с нестабильностью. Нестабильность связана с недоразвитием позвонков. Поэтому происходит дегенеративное изменение в дисках. Поэтому, когда мы вскрываем, делаем ламиноктомию у собаки карликовой породы, мы часто можем не видеть вещества ядродиска, как у таксы. То есть, да, потому что те изменения дегенеративные, которые происходят у собак карликовых пород, связаны не с тем, что там у них есть ген, отвечающий за превращение ядродиска в гиалиновый хрящ, а в том, что там есть нестабильность. Вот. Дальше. Делать КТ и МРТ не всегда одного исследования хватает. Значит, здесь кажется, что это нестабильность, а оказывается, там не нестабильность, а… То есть, вот все, явно нестабильность. Не, не она. А делали КТ, и оказалось, что там огромное количество вот таких вот экзостозов, вызывающих компрессию спинного мозга. Поэтому, что делать, КТ либо МРТ? Чаще всего мы делаем и КТ, и МРТ этим пациентам. Потому что вот такая вот там картина может быть. А это тоже очень важный момент. Потом может не быть второго шейного позвонка или его части. И это сильно изменит ход операции. Вот. Ну, основной способ фиксации вот такой. Но надо, когда делают мастер-классы на овчарке, я помню, как-то приезжали мы и там в одну из клиник группных московских, да, там делали мастер-класс, албом Андрея Владимировичем, по атлантоаксиальной нестабильности. Притащили овчарку. Говорю, ну, это вы чего притащили-то овчарку? А какой смысл вообще показывать на овчарке атлантоаксиальную нестабильность? У овчарки не может быть атлантоаксиальной нестабильности. Просто априори. Потому что вот того, что я сейчас показываю, да, у нее в принципе быть не может, потому что она овчарка. Не может быть такого, что у нее нет там тела, половина тела второго шейного позвонка, нет суставных поверхностей, вот. Ну и так далее. Вот еще собака у нее с образованием корешка, вот. По поводу метода фиксации. Сейчас, в принципе, мы вот такую дорсальную фиксацию не используем. Именно потому, что она оказалась неэффективна в долгосрочной перспективе, вот. А используем вот вентральную. Она бывает тоже разная, вот. И это вот, в принципе, часть того, что я вам хотел рассказать по карликам. Главная идея – никогда не подходите к карлику с линейкой от овчарки или от кошки. Потому что, дальше мы продолжим, да, и расскажем, в чем отличие кошки вообще, в принципе, от собаки, да. Это, кажется, смешно, но вообще это в этом проблема. То есть, абсолютно другие болезни, абсолютно другие подходы. Совершенно невозможные у собак крупных пород. Вот, собственно говоря, часть того, что я вам хотел рассказать. То же самое с опухолями головного мозга. То же самое с шунтами и так далее. То есть, вообще, конечно, наверное, есть смысл сделать такую, ну, наверное, какую-то конференцию именно по собакам карликового порода отдельно, по кошкам отдельно и по крупным собакам. Потому что пытаются там лечить, находить, например, средний айтит у кошки, да, у кошки средний айтит, такой, как у французского бульдога. То есть, не видя, что кошка не французский бульдог, как ты пытаешься найти средний айтит собак блехисфалических пород у кошки, если она не французский бульдог. Это вот очень важные моменты. Вот. Ну, часть того, что я хотел рассказать, я вам рассказал. Ну, наверное, будет полезно. Все. Поблагодарим, Владимир Валерьевича. Не вернемся на конец брейк, поэтому перерыв. Пожалуйста, проходите. Сейчас после конец брейка ты просто продолжай. Ты заканчивай. А я все, закончил уже. А что ты торопился? Ты же там последний гнал. Да, я ничего. Да уже все, закончил. Нет, я с этой темой не закончил. Мы решили, что перерывали, и ты продолжаешь. У нас нас же никто больше не поджимает. Я понимаю. Спустя, сначала спокойно. Если бы я все почитаю, а дальше ты потом можете... Все, что вы... Мой погляд. Я, как начал эти ленгрии заниматься, ваш кролик. Ладно. Прям ваш... Я рад. Я вам восхищен, но сейчас уже здесь. Это что? Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok